Церковь и государство будут сотрудничать и вместе развивать туризм, патриотизм, духовность и вместе со всем этим зарабатывать. Митрополит Сергий и глава профильного департамента подписали соответствующее соглашение на пятой международной выставке туриндустрии весна 2014. Детали пока только оговаривают, но события это уже назвали уникальным. Светские интересы и святые каноны, когда появятся первые экскурсии и чем, собственно, можно гордиться, выяснила Ирина Трофимова. Историческое событие именно так назвали подписание этого документа. Впервые за всю историю представители Русской Православной Церкви и администрация региона подписывают соглашение о сотрудничестве. В регионе с этого момента должен появиться православный туризм. Культура, история, она связана с нашими зримыми памятниками. Поэтому, если хороший экскурсовод, он даст возможность познать человеку новое и раскрыть глубинный потенциал русского духа. Момент духовный, патриотический и вместе с тем коммерческий. По подсчетам специалистов, каждый турист приносит региону около 17 тысяч рублей. Мы понимаем, что событийные мероприятия в части православных праздников, они будут востребованы среди жителей Самарской области, среди туристов, паломников. И они будут приезжать на территорию нашего региона. Православный туризм может быть частью как раз и патриотического, и духовного воспитания. И на этом нужно сделать акцент. Серия крупных фестивалей, масштабных выставок уже привели регион в число самых развитых в плане туриндустрии. В прошлом году сразу несколько проектов получили престижные премии, как событийные мероприятия. Выездной и въездной туризм сейчас на выставке присутствуют, условно говоря, 50 на 50. Масштаб экспозиции у них разный, безусловно, потому что въездной туризм пока еще не все компании имеют финансовую возможность обустроить отдельный индивидуальный стенд, сделать масштабную экспозицию. Похожая тенденция, по словам специалистов, наблюдается по всей стране. Ставка на природные богатства России. Чем готовы удивить туристов, показывают на выставке представители из других регионов. В Ясентуках активно развивается санаторно-курортный комплекс «Русь». Сервис на европейском уровне. 6,5 гектаров с развитым парковым ландшафтом. Совершенно новый формат индустрии гостеприимства. В состав комплекса входят два девятиэтажных жилых корпуса, вместимостью 418 номеров, медицинский и ресторанный корпус, бассейн и центр активного долголетия. В лечении и профилактике используют лучший отечественный и зарубежный опыт. Тоже один из немногих санаториев на Кавказских минеральных водах, который применяет такую технологию. Березонансные технологии – это новейшие разработки, без лекарственного вмешательства в организм человека и избавление организма человека от различных паразитарных явлений, которые имеются в нашем организме. В 1963-м тоже на достигнутом не остановится. Уже этим летом в регионе появятся первые туристические маршруты по святым местам. Детали сотрудничества уже обсуждают представители Самарской и Сызранской епархии и областной департамент туризма. Ирина Трофимова, Александр Кракулько, Новости губернии.